Совершенно очевидно, городу нужны дополнительные парковки. Их строительство в некоторых случаях стало бы идеальным решением дворовых склок и соседских споров. Но до идеалов нашему городу еще далеко. Автовладельцы торопятся занять свободное место раньше соседа, ГИБДД закрывает глаза на парковки на дворовых газонах, городские власти ссылаются на отсутствие денег в городской казне. А между тем, проблема растет как снежный ком. Вот у нас много маленьких сейчас детей в подъезде. Детям гулять невозможно. Если бы только наш дом здесь ставили, этот дом ставят сюда. Тридцать седьмой, сорок третий. Все сюда ставят. Дом номер 39 по улице Карла Маркса в районе Загородской администрации построен в 70-х годах прошлого века, когда архитектуры и проектировщики не предусматривали объемные парковочные карманы. Число машин в советском прошлом диктовало обустройство символических заездов, которые сегодня катастрофически малы. Автомобиль есть почти в каждой семье, а в некоторых и не по одному. Половина жителей молодежь и у каждого машина. Ну куда? Вот они ставят. Видите что? Нравится вам вот это? А если сделать такую культурную стояночку, я думаю, что будет гораздо лучше. И полянка-то у нас будет зеленая, и машины будут. У меня вот такое мнение. Кое-где во дворах автолюбители сами отсыпают гравием площадки или асфальтируют. Но, как правило, делают это без каких-либо согласований, что является нарушением законодательства. Те, кто и рад бы сделать все по правилам, просто не знают, с чего начать. Опять же, мы хотели щебень, как бы, на свой счет. Но мы боимся, что это в землю уйдет, и можно ли, нельзя, как-то, не знаю. То есть вы уже обсуждали с соседями и готовы скинуться деньгами? Да, у нас вот два человека. Мы еще одна молодая пара хотим, потому что машины остальные против. Без согласия двух третий жильцов дома дальше дело не пойдет. Первый шаг к законной парковке – это сбор подписей соседей. С заявлением следуйте в отдел архитектуры администрации города. Но, по словам главного архитектора Валерии Васильевой, городские власти могут пособить лишь в выдаче необходимых разрешительных документов на строительство площадки для авто. Какого-либо проекта, в котором были бы обозначены проблемные дворы и варианты решения, в администрации не существует. Нет проекта – нет и сметы. А деньги, которые выделяются на ямочный ремонт внутриквартальных дорог, являются целевыми. Таким образом, стоянку придется строить за свой счет. Такой же ответ мы получили и от директора управления жилищно-коммунального хозяйства Олега Сидорова. Как управляющая компания, ЖКХ готова отстаивать интересы жителей за их же деньги и обязательно при наличии разрешительных документов от администрации. Одним словом, с этими документами на руках вы можете решить вопрос либо своими силами, либо довериться управляющей компании, которая обустроит стоянку за счет коммунальных платежей собственников жилья. О такой схеме работы мало кто знает в нашем городе. Автовладельцы по-прежнему стихийно бросают машины, где попало, рискуя заработать штраф и превращая обустроенные дворы в грязное месиво. Впрочем, сотрудники ГИБДД не проявляют активного интереса к незаконным парковкам во дворах, сетуют на дефицит кадров. Хотя по закону, дорожный инспектор имеет полное право сделать выписку о привлечении хозяина авто к административной ответственности. Да, говорю повторяюсь, имеют право не только сотрудники, сотрудники ГИБДД, сотрудники администрации. Там, еще раз повторюсь, создается комиссия при администрации. Она у нас создана. К сожалению, может быть, не совсем активно работает. Там у лиц, которые находятся в этой комиссии, есть очень большие полномочия. По областному закону они имеют право работать, составлять протоколы, взыскивать и накладывать штраф административной. С 1 июля штраф за парковку машины в неположенном месте, коим и являются газоны во дворах, с 300 рублей увеличится до полутора тысяч. Но одними штрафами, как и спорами, проблему не решить. В войне машины дворов, конечно, можно найти компромисс, если хотеть его найти. Если, например, кроме собственного интереса оставить машину под окнами, автовладельцы за свой счет облагородят двор клумбами и посадками деревьев, минимизировав вред выхлопных труб и опасное соседство с машиной, которое называется средством повышенной опасности.